Добрый вечер, это новости сейчас в прямом эфире телеканала АЭС. Меня зовут Галина Тернева, я готова рассказать вам о главных событиях и вот о чем пойдет речь далее. Заводу в Култуке пристальное внимание губернатор поручил Министерству эконом-развития подготовить необходимые запросы для проверок, а природоохранная прокуратура уже выявила нарушение. Нахимичил на 11 лет, суд сегодня вынес приговор учителю химии, который изготавливал наркотики в собственной лаборатории на даче. Стреляли практически в черте города на Александровском тракте, задержали браконьеров, которые охотились на уток, их ничуть не смущало, что рядом живут люди. Да, здравствуй, Масленица. Какие гуляния и где будут проходить, расскажем сегодня в прямом эфире новостей сейчас. Закон о ли строительстве завода по розливу байкальской воды в Култуке поручил проверить губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Минэкономразвития уже подготовила запросы руководителям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области. Еще одну проверку начала природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства рассказали, предприятия возводят с нарушениями. На этом месте расположено уникальное болото, где обитают краснокнижные птицы. Среди них лебедь-крикун, различные виды уток, черный айос, серый журавль. К тому же выявили нарушения при проведении общественных слушаний. Напомню, в поселке Култу к ударными темпами идет строительство завода по розливу воды для экспорта в Китай. О малой родине беспокоятся. Известный стилист и шоумен Сергей Зверев, он устроил одиночный пикет в сердце столицы, вышел на Красную площадь с плакатом против строительства завода на Байкале. Уроженец Култука выложил в инстаграм фото с подписью «Хватит уничтожать природу» и видео с просьбой подписать петицию против завода по розливу воды. Это уже не первый пост короля гламура о спасении озера. Шоумена активно поддерживают не только земляки, но и жители всей страны. Тысячи пользователей солидарно с мнением звезды выражают ему благодарность за освещение проблемы. Коммунист Сергей Марыч победил на выборах главы Черемховского района. Он набрал 47,14% на втором месте. Ирина Тугаринова, кандидат от партии «Единая Россия». Ее результат 39,2%. Явка избирателей составила 45%. Напомню, на пост мэра претендовали Сергей Марыч от КПРФ, Владимир Сутурина от «Справедливая Россия», Галина Тугарина. От гражданской платформы Любовь Якимова от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Леонид Корнаухов от партии «Ветеранов России», Ирина Тугаринова от «Единой России», самовыдвиженцы Андрей Непомнящих и Михаил Гулин. Выборы мэра Черемховского района были назначены после того, как прежнего руководителя муниципалитета Виктора Побойкина избрали депутатом законодательного собрания Иркутской области в сентябре 2018 года. Итоги выборов в Черемховском районе прокомментировали и представители политических партий. Выборы в Черемховском районе дали явку в этот раз на 10% больше, чем в предыдущие выборы. При этом отмечено, что на этих выборах участвовали такие жители, те жители Черемховского района, которые многие года не ходили на выборы. Областной комитет партии, определившись с данной кандидатурой, а всего было 8 кандидатов, возможных от КПРФ на выборы в Черемховском районе, вот определившись с этой кандидатурой, работало напряженно, конечно, но было сделано силами коммунистов и наших сторонников все для победы Марыча Сергея Владимировича. Проблема оснащенности новых фельдшерско-акушерских пунктов, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта озвучили и передали губернатору Иркутской области Сергею Левченко новые общественные инициативы. Сферы вопросов разные. ЖКХ, проблемы экологии, демографии, молодежной политики. Глава региона отметил, главная цель сотрудничества – создать комфортные условия для проживания населения. Это очень важно, что в последнее время делается акцент на то, чтобы главную роль в этом процессе играли и сами жители. Не вне зависимости от того, какой у них социальный статус, партийная принадлежность, но нам нужно вместе объединить активных граждан, которые могли бы влиять на ситуацию как с точки зрения постановки задач, так и с точки зрения их решения. В 2018 году правительство Иркутской области работало над исполнением 29 общественных предложений. Сегодня под контролем ОНФ проходит реализация важных для населения региона программ «Комфортная городская среда», «Реформа системы обращения». С твердыми коммунальными отходами надзор за эффективным использованием средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также деятельностью в лесной сфере. Как заработать денег и при этом помочь природе и месту, где ты живешь? Ответ, который помогают найти на берегах Байкала – создать эко-бизнес. Школа экологического предпринимательства, сокращенно ШЕПР, в юбилейный 15-й раз собрала активных участников в 4 насыщенных дня, они работали над проектами. Эко-идеи вместе с экспертами оценивала и наша съемочная группа. А вы знали, что шерсть можно делать из сосновых иголок? В старину в Сибири из такого материала изготавливали стельки, телогрейки и даже вязали носки. В 21 веке восстанавливает традиционную технологию школьница Аэлита Зиннер. Сначала обрезаем иголки с двух сторон, чтобы смола проще вываривалась. Потом после каждого из десяти раз отваривания, почти после каждого, девять раз мы катаем скалкой и на десятый раз мы отбиваем киянкой. После чего мы сушим и разделяем на волокна. Какие сувениры можно сделать из такого материала? С этим вопросом Аэлита приехала на школу экологического предпринимательства. Шепр – совместный проект фонда возрождения земли Сибирской и НПлюс Групп, работает с 2012 года. Учные сессии собирают два раза в год. Всего в 15-й юбилейной сессии участвует 17 бизнес-идей, которые авторы хотят доработать с помощью опытных экспертов. Я отметил как минимум семь проектов, которые имеют потенциал по развитию бизнес-идеи, бизнес-модели. То есть проект, который через два-три года может выйти на самоокупаемость и, соответственно, стать независимым, создавать рабочие места, производить экологические товары, производить товары или предоставлять услуги, основываясь на местной рабочей силе. Вот, например, проект «Шиворот». Из старых джинсовых вещей в арт-лаборатории шьют современные и стильные. Экологично, красиво и потенциал для развития бизнеса хороший. Или проект «Байкал Эко-квестинг». В поселке Танхой планируют организовать экологические квесты. Интересно и познавательно. Самое главное, чтобы они действительно поняли, что предпринимательство – это абсолютно нормальная деятельность, которая может быть интересной, которая может позволить самореализоваться, реализовать свою мечту. У них меняется самооценка. Многие говорят о том, что «я приехал, думал, что я один такой белая ворона». А тут, оказывается, таких много. Научить сотрудничать, кооперироваться, помогать друг другу и дружить бизнесами – одна из целей Шепра. Кроме того, важно создавать рабочие места в небольших поселениях на берегу Байкала и обеспечивать устойчивое развитие территории, уверены в компании «Н-Плюс Групп». Мы сотрудничаем с фондом возрождения Земли Сибирска уже восьмой год подряд. Проект Шепра является частью нашей комплексной программы по защите озера Байкал. За годы нашего партнерства проект дал очень хорошие результаты. Проверку на прочность прошли около 250 бизнес-идей. 45 из них стали реальными бизнесами, реальными кейсами. Это отличный результат. Победителями сессии стали проекты «Шиворот» и «Хоспис. Территория жизни». Их назвали лучшими в трех разных номинациях. Анастасия Байдракова, Александр Барановский. Новости сейчас. Доктор Хайзенберг по-иркутске, бывший преподаватель химии, открыл в своем дачном доме лабораторию по производству синтетических наркотиков. Причем это кустарное предприятие по изготовлению запрещенных веществ, одно из самых крупных за последние годы. Сегодня областной суд вынес химику приговор. В зале суда была и наша съемочная группа. По образованию учитель химии и биологии. В августе 2015 года он дополнительно окончил курсы повышения квалификации лаборатория химического анализа. Как сказал бы режиссер одной известной киностудии, потрясающее сходство. Возраст, прическа и даже судьба. Подобно герою западного сериала, во все тяжкие, бывший преподаватель химии стал делать наркотики. Но вместо 11 статуэток эмми и двух золотых глобусов этот мужчина сейчас стоя выслушивает фабульную часть уголовного дела, по которому проходит главным фигурантом. Химик в прошлом на чердаке загородного дома создал целую лабораторию по производству синтетического наркотика. А распространять вещество ему помогал юный напарник, хакер, как это сейчас говорят. Он взял на себя рекламу и организовал сбыт. Молодой человек создал в социальных сетях несколько интернет-магазинов и страницы с объявлениями о продаже запрещенного товара. Крупные партии и разовые дозы злоумышленники продавали через интернет, доставляли товар покупателям бесконтактным способом через так называемые закладки. География распространения продукции данной лаборатории это города Иркутской области. Сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию. В ходе обыска оперативники изъяли около 20 килограммов готового вещества и почти полтонны жидкого сырья для производства еще 40 килограммов наркотика. Задержанный вину свою признал и раскаялся. Активно сотрудничал со следствием. Принимая во внимание, что это достаточно крупная кустарная лаборатория в нашем регионе за последние годы грозила мужчине все 15 лет. Но судья в силу раскаяния обвиняемого и положительных характеристик вынес ему приговор мягче. Прокопьеву Эдуарда Петровича признать виновным в совершении предоступления предусмотренного статьей 228 принт часть 5 УК России. Назначить ему с применением статьи 64 УК России наказание в виде 11 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Прокопьева стоит без изменения в виде содержания под стражей. Известно, что на карту распространения синтетики попали Ангарск, Иркутск, Усулия, Сибирская, Тулун и Шелихов. В скором времени перед судом предстанет напарник обвиняемого, который организовал продажу наркотиков. Алексей Килевра, Сергей Полянский. Новости сейчас. Трех браконьеров сегодня задержали на берегу Ангары в районе 8-го километра Александровского тракта. Они вели незаконную охоту на уток. Выстрелы услышали местные жители и сообщили по телефону специалистам Министерства лесного комплекса, которые тут же выехали на место и застали мужчин браконьеров с поличным. У них изъяли три охотничьих ружья, патроны, рации, 10 застреленных уток, а также несколько десятков приманок, чучел птиц. При себе никаких документов у граждан не имели. Пояснили, что продукция охоты, это они ее подобрали. То есть им она не принадлежит. Ну, она находилась в лодке. В лодке также было обнаружено приспособление для того, чтобы вылавливать этих уток. То есть сейчас документы будут оформляться и позже в отдел полиции по Иркутскому району граждане будут доставлены. Если следствие докажет вину, мужчина может грозить уголовно-ответственность. Статья «Незаконная охота» предполагает от двух лет тюрьмы или же исправительной работы. Как отмечают в Министерстве лесного комплекса Иркутской области, из года в год случаев браконьерства меньше не становится. Это касается не только незаконной добычи диких пермнатых, но и в большей степени копытных животных. Ворвался с оружием в магазин, сильно избил продавца и убежал, ничего не взяв. В обстоятельствах нетипичного разбойного нападения сейчас разбираются сотрудники усольской полиции. Преступление попало на камеру, ведя наблюдение. Неизвестный молодой человек в капюшоне и медицинской маске забежал в торговый павильон и бросился на продавца. Несколько раз пнул девушку ногой, но почему-то ничего не взял из кассы. Выбежал на улицу и удалился прочь. А спустя несколько минут вернулся на место преступления, но пострадавшей удалось закрыть дверь на ключ. Девушке понадобилась помощь врачей. Сейчас полицейские ищут разбойника. Если вы узнали молодого человека или знаете о его местонахождении, просьба позвонить по телефону 02. И теперь о темах, которые ждут вас во второй части выпуска. Масленичная неделя началась где и как можно отметить. Расскажем совсем скоро. 155 километров для людей и животных в Иркутске прошли гонки на собачьих упряжках. Чем еще можно удивить иркутян, гонки лошадиных троек прошли на Иркутском водохранилище. Субтитры сделал DimaTorzok Кошмировое пальто или кожаная куртка – отличный подарок к празднику. Пальто и куртки даже из новой коллекции в честь 8 марта со скидкой до 30%. Милые девушки, и снова от всей души поздравляют вас с 8 марта. Будьте самыми красивыми и пусть вас окружает забота и любовь. Мужчины, приходите за подарками вы снова. Норковые шубы за 69 тысяч, пальто и кожаные куртки со скидкой до 30%. И снова на Дзержинского 19 в торговом центре «Аврора». Это новости «Сейчас». Мы работаем в прямом эфире и продолжаем выпуск. Масленичная неделя начинается сегодня в Иркутске. Мероприятия будут проходить в течение всех 7 дней, но кульминацией станет, конечно, воскресенье. Гостей будут ждать около 100 площадок в каждом округе. Но, пожалуй, самые широкие проводы зимы в этом году состоятся в Тальцах. Там будут сжигать чучело масленицы, есть блины и встречать гостей по народным традициям целых 3 дня. Какую программу подготовили в музее под открытым небом, расскажет Виктория Малая. Яркий макияж, нарядное платье и по традиции русая коса. В древние времена, когда праздник только начинали отмечать, кукла, которую сжигали на костре, была и правда чучело. Ее шили из старых тряпок, не рисовали лицо. А теперь, чем образ зимы ярче и наряднее, тем веселее праздник. Кроме того, в этом году организаторы решили украсить масленицу волшебной сумочкой. Это не только модная деталь, но еще один способ сделать так, чтобы новая весна была немного счастливее и удачливее. Наша куколка не только красавица, она еще и модница. И у нее есть вот такая волшебная сумочка. Каждый наш посетитель может на листе бумаги написать все свои невзгоды, все свои болезни и прочее. Затем положить в сумочку к нашей масленице, и когда мы будем ее сжигать, все наши болезни, невзгоды, неприясности просто-напросто сгорят. К массовым гуляниям в Тальцах обычно стараются украсить музей. В этот раз организовали выставку необычную. Это детские поделки, куклы Бабы-Яги. Организаторы говорят, такого отклика не ожидали. И такого умения тоже. Юные мастера в одной поделке создали настоящие истории. Включили не броские, но очень продуманные детали. Сказочный Бабе-Яге, которая живет в Тальцах, это будет настоящий подарок к 8 марта. Фантазия разнообразная, потому что почему мы встали в небольшой тупик такой, что же выбрать лучше. Потому что здесь разный материал присутствует. Здесь и пластилин, и действительно китайские палочки. И причем разного размера. То есть это от меню, как спичечный коробок, вплоть до моего роста. На проводы зимы в Тальцах ждут посетители со всех уголков мира. Прошлой зимой на сжигании чучела Масленицы было 11 тысяч гостей. В этом году, возможно, будет еще больше. Тем более яркий огонь, символизирующий весну, здесь будут зажигать целых три дня. С пятницы по воскресенье. Виктория Малый, Гений Шарыпов. Новости сейчас. Он всю жизнь писал историю страны и этим вписал себя в ее историю. Даже в 90 лет работал с большим творческим азартом. 3 марта из жизни ушел народный художник России, почетный гражданин Иркутской области Анатолий Алексеев. Мастер лично открыл свою юбилейную выставку в Иркутском художественном музее 25 января. Там можно увидеть более 50 работ живописца, в том числе его легендарную хронику и полотна, посвященные великим стройкам и людям. Родился будущий художник в Алтайском крае, учиться приехал в Иркутск. Здесь и остался на всю жизнь, став большим мастером. Так получилось, что последнее телевизионное интервью он дал нашей программе на открытии своей выставки. Анатолий Иванович поделился воспоминаниями и своими мечтами. Все мои позывы, все мои старания были, чтобы поднять культуру Сибири, изобразительную культуру Сибири. Вот командировки вечные, но не жалею. Выходные, праздники, закрывался в мастерской, это у меня были самые отрадные дни и работал творчески. А о чем вы мечтаете? Мечтаю, чтобы еще что-то сделать, успеть. Потому что много, не то чтобы много, но немало работ незавершенных у меня в мастерской еще. Увидеть работы народного мастера можно на выставке в художественном музее до 17 марта. Творчеству, как и любви, покорной все возрасты, юбилейной 45-й творческий мастер-класс благотворительного фонда депутата городской думы Алексея Распутина прошел в Иркутске. Смастерить подарок пришли не только дети, но и взрослые. Всего в фонде 8 проектов. Один из них называется творческая лаборатория. 10 мастеров-волонтеров проводят благотворительные мастер-классы по всему городу. Направления работы самые разные. Выжигание, игрушки из дерева. На встречах вяжут, вышивают, работают в технике декупажа и даже шьют сумки. Мы участвуем в каждом мастер-классе. Стараемся участвовать. У меня старший сын учится в лицее и дочка в детском саду, подготовительная группа. Я вожу детей обоих сюда, им очень нравится. Они всегда уходят с позитивом отсюда, с кучей сделанных собственными руками каких-либо поделок. Подобные мастер-классы, да, они еще укрепляют и развивают семейные отношения. Во-первых, потому что мы здесь видим не только младшее поколение, да, здесь вовлечены и мамы, и папы, дедушки, и бабушки. Даже вот у нас сейчас здесь и бабушки, и прабабушки, и прадедушки приводят правнучек. Гонка на собачьих упряжках «Байкал-рейс» прошла в минувшие выходные в Иркутске. Упряжки стартовали на водохранилище от ледокола «Ангара». Это уникальная линейная гонка. Секундомер включается на старте и отключается лишь, когда гонщик пересекает финишную черту. Сколько времени нужно, чтобы преодолеть 155 километров, расскажем в сюжете. На площадке пять упряжек. Собак пока немного. Их выводят позже, за полчаса до старта, чтобы не нервничали. Каюр Арсений Терюмин заканчивает последнее приготовление. Он с собаками самого детства. С 14 лет участвует в соревнованиях. Говорит, что собаки не просто товарищи, это семья. «Это, конечно, даже не компаньоны, это скорее даже как члены семьи. Особенно, когда идешь на дистанции, один на один, и ты понимаешь, что ты полностью зависишь от собак. А собаки полностью зависят от тебя. Это такая вот взаимосвязь. Самый из них, самый крутой, самый классный, конечно, мой лидер – это «Лексус». Как собаку назвали, так она и побежала. Просто в последние годы мы с ним ни одной гонки не проиграли. То есть, где мы участвуем, неважно, на один километр летом или 520 километров, как мы ездили на Волгу, на международную гонку. Конечно, потрясающий пес. Наконец, на площадке появляются главные герои. Это и сибирские хаски, и норвежские беговые, и даже местные, так называемые, байкальские хаски. Как только собак ставят в упряжку, они начинают активно лаять и вырываться. Это не агрессия, успокаивают зрителей. Не знающие люди – это желание бежать. Перед стартом каждую собаку осматривает команда ветеринаров. Животное должно быть полностью здорово. Кроме того, проверяют чип. Собака чипируется самостоятельно владельцами в ветеринарных клиниках тех городов, где они проживают. Она вводится пожизненно. То есть, чипирование один раз чип на всю жизнь. Он вводится в область лопатки или плеча. И у нас есть специальные сканы, которыми мы читаем чип. Чип – это, собственно, идентификация собаки и их личный номер. Личный номер гарантирует честность гонки. Каждая заявленная собака должна дойти до финиша. Заменить или добавить пса в упряжку после начала соревнования нельзя. Кроме того, гонщик может быть полностью дисквалифицирован за жестокое обращение с животными. В нартах Каюра обязательно есть специальные башмаки и мазь для лап. В этом году на такой сложной трассе они им обязательно пригодятся. Сложность трассы, что есть участки, где нет снега, где придется бороться с лыжником, придется снимать лыжи, бежать. Нарты где-то придется спортсмену и переносить за собаками. Там, где лед, надо удержаться. И большие перепады высот есть. В общем, главная сложность – лед. Рана пришла в этом году весна. Итак, старт. Участники отправляются в путь с промежутком в две минуты. Впереди минимум 100 километров, максимум 155. Маршрут – Иркутск, Листвянка. Несколько чекпоинтов. На одном из них участник непрерывно должен отдыхать 4 часа. Дистанция непростая. Иркутское водохранилище, несколько перевалов на территории нацпарка и, конечно, байкальский лед. Идут спортсмены и ночью. Утром следующего дня первым к финишу пришел герой нашего сюжета – Арсений Терюмин. Он преодолел дистанцию за 12 часов 35 минут и стал победителем на дистанции 155 километров. Екатерина Нерушкина, Александр Барановский. Новости сейчас. Удалые нарядные лихие. В Иркутске прошел забег русских троек. Соревнования, от зрелищности которых захватывает дух. На льду Иркутского водохранилища за звание самой быстрой состязали 7 команд. В финал вышли тройки из Ланды и Ларского района. А дальше дистанцию в 2 километра 800 метров первая преодолела упряжка из Бурятии. Ей же досталось звание самой нарядной. Денежные награды и дипломы получили все участники забега. Соревнования прошли в Иркутске во второй раз. В этом году впервые на призы мэра города. Такие забеги в позапрошлом веке были традицией. Это давняя иркутская традиция, которой более 150 лет, когда кони были основным транспортом всего, не только города, но и всей цивилизации. И тогда иркутяне соревновались зимой, зимние забавы, соревнования троек, скакунов на льду. Сегодня мы продолжаем эту давнюю иркутскую традицию. За гонкой с замиранием сердца наблюдали около 2000 зрителей. Для них обустроили фотозоны и провели конкурсы. У меня же на этом вся информация. Берегите себя и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова